всем привет и вновь на авторадио программа каренина в гостях сегодня актриса наталья медведева мы приготовили ей небольшой сюрприз но пока наталья привет здравствуйте как помада как красивая очень специально для техники прошу куда понимаете я может пригожусь для разведки я знаю кучу языков я полиглот китайский японский монгольский турецкий что за бред заткнитесь я готовилась к интервью вычитывала что ты в детстве вы не угадаете ни за что кем хотела быть наталья сказала быть спасателем да 911 именно ну не знаю у нас тогда в те года соответственно не было лет семь это значит девяностые там девяносто какой-нибудь второй третий очень была популярна программа ну по телевизору нашла спасатели 911 и мне так нравилось как они бегают с овчарками и всех спасают и они такие герои я уже потом анализировала свою мечту может мне кажется просто хотелось быть каким-то героем поэтому на тот момент я видела вот таких героев хотела быть ими наталья ну в одном из интервью ты говоришь о том что при любой чрезвычайной ситуации ты можешь запросто оказать любую медицинскую помощь но нет не то чтобы на ура я там могу прям уж всю медицинскую помощь оказать наверное это вряд ли у меня медицинского образования нет но какие-то конечно и у нас в школе уроки божия или я проходила когда сдавала на права также да оказание медицинской помощи срочно но действительно я заметила что если вот что-то случается не со мной я действительно как-то аккумулирует что или не знаю один раз ехала с такси такси сбил человека мы сразу же остановились выбежали у него шла кровь сухо как-то ну честно много даже странно было мы поняли мгновенно наверно в течение пяти секунд что это была подстава то есть он сам бросился на машину но почему все время вот такси такси ты сама не любишь водить вообще не люблю можно не любить машину вообще мне так это скучно мне не интересно мне и мне кажется я трачу нервы за год пока за одну поездку я водила вообще машину и я сама сдавала на права 7 раз и я сдала им по подал мне машину свою такой огромный крокодил сап длинный такой да и и знаете я как бы села все начало и у папы был конечно же стресс потому что я как-то так лихо управляла и причем я как-то сразу почувствовать огромные габариты меня действительно было еле видно из-за руля как-то я какая-то ну в общем я еще так прижимаюсь ну не свободно я держалась я не испытала какого-то вот туда у меня был настолько стресс вообще каждый раз и настолько я нервничала я поняла что ну то есть удовольствие мне это не приносит тогда вообще зачем наталья ну вот давай представим что тебе нужно срочно добраться из пункта в пункт так у тебя три варианта машина без водителя то есть сама за рулем метро или своим ходом автобусы троллейбусы метро конечно не ну без водителя правильная машина сама каш метро а были такие случаи чтобы нас выбирать конечно вот ну общественным транспортом здесь не такси вызову так что я база выбегаешь на шоссе просто и так вот и все садишь в первую машину который остановишь и едешь чужой водитель кричишь на него рядом быстрее быстрее и степи плачешь хорошо а какие-то другие там мопеды вездеходы я ездила на мопеде так получилось каким-то образом и там у брата были какие-то очень замут он мне дарит мопед но даже не ну скутер вообще вот этот который прям пах 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 ну самый-самый вялый самый простой китайский вялый скутер и я же конечно довольна и да то есть мы едем с ним значит забирать и это было очень смешно и наверное если вдруг вдруг то есть девчонки будут смотреть из проекта они вспомнят этот момент когда я его пригнала с орехова зуева сама ночью нет то есть я ехала за братом за его мэрсом был на я было уже холодно то есть в принципе ехать на мопеде как бы нельзя я в общем ехала в шлеме да мы взяли у кого-то шлем у его друга а в его пуховике значит огромным я села на этот момент первый раз и надо было перегнать орехова зубы вцепно до чистых прудов а я же ну быстрее быстрее мне надо было как он только появился все мне надо было за него сесть быстрее я очень хотела и вот ну мы поехали медленно но и и я конечно нельзя я была в каком-то шоке я уже не помню свое состояние я помню что я вот я ехал за этими огоньками двумя красными которые впереди ну горели и я ехаю как-то я даже врезалась в него он вышел наорал на меня посадил и дальше то есть что-то там затормозило я как бы уперлась в общем ехали вот так мы доехали до центра и я как я прихожу помню с красной рожей просто потому что обветренная в слюнях в соплях вот такая с этим мопедом и очень смешно что мы когда-то после репетиции расходились все там кто прыгнул кто на что кто на машину кто сам кто и и ржали надо мной потому что мы они там что-то ехали по дороге видели как я шла и просто тащила по тротуару этот мопед а не ехала на нем то что я не могла бы завести в общем ездила ездила я очень непродолжительное время потому что я жила в тот момент в одинцово и я общем где-то парковала в центре там где-то что-то придумывала потом ну то есть уезжала в одинцово с одинцово приезжала в центр и каким-то образом я помню я решила его пригнать в одинцово и это была пасха воскресенье и я случайно на кутузовском выехала в левый ряд на мопеде максимальная скорость которого была 45 километров я была на каблуках плаще у меня не работал поворотник и еще у меня зеркальца они от езды опускались ну падали в общем не надо тебе водить в краю в общем кутузовского слышь пасхал понимаете никого в москве писать какие скорости там присутствовали в этот момент ни пробок ничего пустая дорога все едут мне конечно же пипикут я в принципе в тот момент попрощалась с жизнью то есть я прям ну прощайте я ехала такая уже обреченная то есть ну по-любому меня сейчас кто-нибудь несет и каждый раз вот это резкие повороты головы когда я могу перестроиться а перестроиться я не могла потому что постоянно летали и в общем каким-то образом я там как-то видел едет ну что какую-то паузу я перестроилась перестроилась к троллейбусу сзади ехала за ним а потом в какой-то момент на стакаде меня чуть автобус не сбил который выезжал в общем почему-то с соседней ну то есть не я ехала по главной а он выезжал с проселочный автобус и он ехал так на меня смотрел такой почему-то очень недовольный злой и прям на меня и он чуть не сбил то есть я как бы увернулась после этого я доехала вот до родителей до одинцова вышла и поняла что я больше не буду водить наталья я знаю что ты не только прекрасно исполняешь монологи но еще и сама пишешь текст да то есть ты являешься сценаристом да писала ты можешь какую-то смешную миниатюру там коротенькую например про женщину за рулем вот 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 твои вот какие-то там теги на эту тему буквально сейчас едешь за рулем а но то ты сейчас вот веди как как хочешь а я буду те изображать давай вот что-нибудь там это как-нибудь удивляй меня чтобы было изменение так 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 ага ага так 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 идем аккуратненько идем 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 мы Being Who нормально все угу-угу боже мой глаз чуть не выпал дальше ага ага как я веду машину но это разве возможно вытерпеть очень долго изображала больше себя да то есть я как бы не придумываю что мне не надо водить не действительно я просто объективно смотрю на ситуацию ты уже догадалась что я приготовила себе сегодня серприз это вертолет точнее полет на вертолете а вертолет нам предоставила вертолетная компания аэросоюз предлагаю не тратить время и уже приступать к полетам все полету готовы до очень готова ну-ка круто сейчас надо вот интересно понравится мне эта техника или нет это я как будто лечу сама вот это я так и чувствовала в своих снах что это такое чувство когда ты сам летишь вот и себе если бы люди умели летать и полетела в ночной рубашке друзья мои всем привет вы не поверите мы находимся на высоте птичьего полета снимаем программу каренина на авторадио и в гостях у меня сегодня прекрасная девушка маташа а а а а а о Вау! Клево! Вау! Супер вообще! Было супер! Я вообще не боялась. Она орала, а я нет. Мне вообще вот этот вид транспорта нравится. Мне очень нравится летать. Я поняла. Все-таки моя мечта с детства она должна осуществляться рано или поздно. И мне кажется, сегодня именно тот день, когда я глобально займусь тем, что надо летать. Хоть как-то. Хоть так, хоть на парашюте, хоть на дельтаплане. Надо летать. Красная девушка Наталья Медведева была у нас в гостях. Вертолетной компанией Аэросоюз. Огромное спасибо. Каренину на Авторадио. Счастливо! Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok